МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорите, мы вас слушаем. В администрации Чебоксар провели прямую линию по вопросам ЖКХ. Для тела и души в Янтиковском районе развивают сельский туризм. Законное место в Чувашии прошел рейд по выявлению несанкционированных парковок. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в Москве. Он участвует в ежегодном семинаре руководителей регионов России. Тема – современная экономическая и политическая повестка лучшей региональной практики. Перед участниками семинара выступил президент России Владимир Путин. Глава государства поставил конкретные задачи региональной власти по обеспечению устойчивого развития экономики. С этого года в российской пенсионной системе вновь изменения. Они касаются новых правил расчета пенсий. Об этом и других нововведениях рассказали сегодня в Пенсионном фонде. С 1 февраля страховые пенсии вырастут в среднем на 1200 рублей. Это посильная помощь государства пенсионерам в условиях инфляции. Что касается расчета будущей пенсии, то теперь вводится понятие индивидуальный пенсионный коэффициент, то есть пенсионный балл. Он будет начисляться, исходя из каждого года трудовой деятельности работающего человека. Порядка 700 на сегодняшний день мы назначили пенсии. Вот самое наибольшее количество коэффициентов у одного пенсионера 343 коэффициента, то есть 343 балла. Если перевести в рубли, это получается, вот из стоимости пенсионного коэффициента, если перевести на рубли, то это получается почти 22 тысячи рублей. Плюс к ней фиксированная выплата, размер пенсии 26 тысяч. Пенсионный фонд готов объяснять нововведение. Специалисты ведомства создали информационный сервис, личный кабинет застрахованного лица. Данные для входа используются те же, что и при входе на портал госуслуг. Можно зарегистрироваться и заново. В специальном разделе с помощью калькулятора можно рассчитать размер будущей пенсии. Система представляет возможность посмотреть, какой я выработал страховой стаж, который учится при восстановлении пенсии, и какое количество баллов я заработал на сегодня. То есть система работает в онлайн-режиме с реальными базами данных Пенсионного фонда России. В условиях непростого экономического кризиса, напоминают специалисты фонда, нельзя забывать и о программе государственного софинансирования. В Чувашии зарегистрировано 205 тысяч человек участников программы. Уплатив первый взнос до 31 января этого года, они увеличивают в два раза свою пенсию. Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика. В Министерстве здравоохранения и социального развития Чувашии рассчитали величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам за четвертый квартал 2014 года. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в четвертом квартале 2014 года увеличилась почти на 3%. И составила 6 тысяч 988 рублей. Для трудоспособного населения эта цифра чуть выше – почти 7,5 тысяч. Около 7 тысяч – прожиточный минимум для детей. Для пенсионеров – 5 тысяч 732 рубля. В столице Чувашии в ближайшее время изменятся некоторые маршруты транспорта. Так, маршруток под номером 34, 40 и 53 на остановках можно больше не ждать. Их руководство города решило закрыть из-за отсутствия постоянного пассажиропотока. Зато появятся новые маршруты. 26-й свяжет новые микрорайоны «Радужный» и «Новый город». А маршруты номер 30 и 65 продлят до проспекта Айги в микрорайоне «Садовый». Есть изменения и в движении автобусного транспорта. Схема движения автобуса номер 1 свяжет северо-западный и новоюжный с будущим микрорайоном «Кувшинка». Маршрут номер 2 введут для удобства жителей поселка Ольгешево. В Парецком районе в этом году реконструируют мост через Суру. Информацию об этом пресс-служба муниципалитета разместила на официальном портале органов власти. Сейчас в капитальном ремонте нуждается не только проезжая часть, но и прохода для пешеходов. На фотографии, которая размещена на официальном портале, отчетливо видно, что на мосту уже начали трескаться бетонные плиты. Из республиканского бюджета на реконструкцию планируется выделить 20 миллионов рублей. В то же время в селе Парецкое собирают средства на установку обелиска «Сурский рубеж». Его возведут в районе уже в этом году в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Сурский оборонительный рубеж здесь появился 20 января 1942 года. Сооружение протяженностью 8 километров возвели за 45 дней. Причем всем приходилось работать в суровых условиях, рыть мерзлую землю ломами и лопатами. Обелиск увековечит память о трудовом подвиге народа. Деньги на его строительство собирают методом Неме. В общую копилку поступило уже порядка 500 тысяч рублей. В Чувашии за прошлый год заметно увеличилось количество фермерских хозяйств. Во многом благодаря государственной поддержке. На какую помощь могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители? Или какие направления в приоритете? Об этом и многом другом говорили на встрече министра сельского хозяйства республики Сергея Павлова с фермерами Комсомольского района. В районе более 30 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся молочно-товарным производством. Все они работают стабильно. В последнее время набирают силу и крестьянско-фермерские хозяйства. На территории района их зарегистрировано 63. Есть среди них и очень крупные. На сегодняшний день коровник заполнен не полностью, а по проекту, проектная мощность у него 200 дойных коров. Это коровник на 200 голов. Беспривязное содержание. Это современный метод содержания коров. Здесь сделаны все условия. Условия содержания коров, условия для персонала. Фермерские хозяйства довольно крупные. Здесь постоянно рабочих 12 у нас. А по сезонам, во время уборки, во время севов мы из населенного пункта привлекаем всех желающих. Здесь всем работы хватает. Эта животноводческая ферма появилась в декабре прошлого года. На новоиспеченной ферме уже 85 дойных коров. Ее построили по программе развития семейных животноводческих ферм. На молочно-товарной ферме Осаново министр интересовался ходом зимовки скота, рационами кормления животных и кормовой базой. В этом хозяйстве каждая корова дает 8 тысяч килограммов в год. Но руководитель фермы уверен, результативность можно увеличить. Вкусно, видишь, у нас вдоль стоит. Значит, они сытые. Если не сытые, они все сели уже. Уже лежат они. Значит, откромнены они. За счет хорошей работы доярок, наверное, да. И за счет минвитамина еще вовремя нас завозят. Вовремя, наверное, через диму минвитаминами обеспечиваем их. Все, наверное, все связано с этим. Увеличение объема государственной поддержки и новые направления финансирования. Об этом говорил министр сельского хозяйства Чувашии на встрече с руководителем сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств района. Этот год все-таки дал возможность сельхозтовопроизводителям получить какой-то доход. И пока, конечно, мы не сдали, не получили еще все годовые отчеты. Но по итогам 9 месяцев где-то 1,6 раз прибыль. По прошлому году, если взять у нас уровень господдержки на уровне 2013 года, вот 2,4 миллиарда рублей. При этом вот Комсомольский район 174 миллиона рублей получили. Все сельхозпредприятия и малые формы хозяйственные. Это на 16% выше, чем в 2013 году. Пять программ по развитию овощеводства и картофелеводства, молочного скотоводства, оптово-распределительных центров и ряд других добавлены в федеральную программу. Хотим строиться. Хотим строить картофелеводства и овощеводства. Это, во-первых, государство будет субсидировать от содрада на 30%. Это очень большая господдержка, я считаю. И возможности у всех хостоваропроизводителей строить картофелеводства и овощеводства огромные сейчас. Тем более, закупочные цены на сельхозтоваропродукции тоже установились в последнее время более-менее приемлемы и для развития сельского хозяйства. Для всех регионов, в том числе и для Чувашской республики, в госпрограмме предусмотрен индикатор индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. На 2015 год он составляет более 105%. Предпринимательство на селе развивается по своим законам. Важно понимать, в чем нуждаются односельчане, получат ли бизнес в дальнейшее развитие. В Янтиковском районе, благодаря инициативе земляка, появилась база отдыха. Петр Восторгин долгое время жил в Москве. Затем решил вернуться на малую родину. Идея эта зародилась у нас между братьями. Мы в честь наших родителей решили сюда в память что-то вложить именно в район, на родину. Приняли решение, что приобрести данный земельный участок и на этой территории обустроить полностью, как базу отдыха хорошую, с лечением на 220 койко-мест. На сегодняшний день уже за полтора года достаточно много сделано. Девять объектов уже построено. Так, два года назад на этом месте началось строительство самой настоящей здравницы. Сосновый бор, деревянные домики, свежий воздух. Что может быть лучше для отдыха души и тела? Пока здесь бывают только близкие друзья семьи Восторгенных. Но уже ко дню республики братья решили расширить базу. Если все получится, здесь могут отдыхать более ста человек. Для организации экологически чистым питанием мы в прошлом году купили бывшую заброшенную колхозную ферму. Сейчас мы ее практически восстановили полностью. Там у нас будет и корова, и скот будет, и овсы будут. Ну и пернатые птицы будут, гуси, утки, индюки и так далее. Таким образом в районе будет создано более ста рабочих мест. Предусмотрено строительство спортивной зоны. Футбольного и баскетбольного поля, теннисной площадки, большого детского городка. В двух прудах будут оборудованы водные аттракционы. На территорию отдыха будет запрещен въезд транспорта. Зато можно будет обучаться верховой езде. Для этого оборудуют манеж и приобретут 20 лошадей. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика. Обилие автомобилей закономерным образом привело к нехватке парковочных мест. Водители ставят машины, где попало, порой не обращая внимания ни на газоны, ни на знаки. Сотрудники ГИБДД отправились в центр столицы республики с проверкой, не занимают ли места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Рейды по выявлению несанкционированных парковок в Чувашии проходят ежемесячно. В этом году с проверкой выехали впервые. На этот раз маршрут, центр города и торговые центры. Нарушителям правил сегодня в качестве профилактики штрафы не выписывали, а просто предупреждали. Знаете, что нельзя парковаться на парковке для инвалидов? У меня больше инвалидов, знаю. У нас есть несознательные люди, которые паркуются в неположенных местах. Поэтому, если увидите, если у вас паркует точка, то вы можете под дворчик положить, чтобы человек не видел, хотя бы, может, одумываться и больше не будет нарушать. Здорово. Все, понял. А людям? Какая необходимость была здесь машину поставить? Да я что-то, знаете... Везде же есть свободные места. Все прекрасно, я вас понимаю, но это не посмотрел. Чисто невнимательность. Страф там не очень большой, конечно. Я прекрасно понимаю, виноват. Все же большинство водителей понимают, что лишать удобств инвалидов даже по невнимательности не очень хорошо. Но есть и те, кто делает это намеренно. По итогам прошлого года было зафиксировано 56 нарушений, а в этом году уже выписано 6 штрафов. Кстати, наказание за парковку под знаком «только для инвалидов» колеблется от 2 до 3 тысяч рублей. Ну, смысл не во штрафе, конечно, смысл взаимопонимания, уважения именно к той категории лиц, которые у нас являются инвалидами. Сегодняшний рейд, он очень знаменательный. Мы хотим этим показать и напомнить водителям, что действительно в нашей категории граждан среди водителей имеются такие водители, просто сказать, инвалиды, которым очень тяжело добираться пешком до интересующих их мест, до магазинов, предприятий, организаций. В связи с чем, вы сами, наверное, замечаете, уже буквально везде установлены дорожные знаки, обозначающие парковку для инвалидов. Поэтому хочется обратиться к автомобилистам, прежде всего быть внимательным и понимать, что от инвалидности никто не застрахован в этой жизни. А в данное время, когда на улице лед, снег, и передвигаться на коляске, либо с костылями людям чрезмерно сложно. Поэтому относитесь, пожалуйста, со всем уважением к людям с ограниченными возможностями. Подобные рейды по городу, по мнению самих горожан, нужны. От них есть эффект. А если вы стали свидетелем такой незаконной парковки, то можете обратиться по телефону 24 07 70. Гололед на дорогах, вопросы капремонта, непонятные суммы в квитанциях по кварплате. Эти и другие наболевшие вопросы смогли задать жители Чебоксар, позвонив по прямой линии в городское управление ЖКХ. В связи с недавним нововведением по оплате капитального ремонта, вопросов по этой теме поступило немало. Немало жалоб было и по поводу многочисленных машин, стоящих во дворах. Автовладельцы из-за недостаточного количества парковочных мест ставят свой транспорт прямо на газоны. Мы в прошлом году построили парковки в три раза больше, чем за год. И в этом году точно так же будем продолжать строительство парковочных мест. Хотя в четыре раза будет увеличено финансирование по сравнению с 2013 годом. Я уверен, данная программа не только 2015, а и 2016 год это перейдет. Еще одна проблема – освещение. Столкнулись с ней граждане, проживающие на школьном проезде, чей путь лежит по Энгельсу в сторону строительной больницы. Темный очень проезд. Темный. И две лампочки. Повесить просто две лампочки для пенсионеров. Тут машины ходят. Опоры они есть? Стоят? Опоры стоят? Опоры стоят. Там все. Неужели у города не хватает рез, чтобы включить эти два фонаря? Все. Лев Николаевич, записали. Записали, да. Я думаю, где-то, если действительно там просто лампочки не горят, завтра, послезавтра... Нет, там еще... По-прежнему хватает нареканий к деятельности управляющих компаний. Кому-то, по словам звонивших, без их ведома завысили оплату за капремонт. Кому-то сумму на общедомовые нужды. А где-то температура горячей воды еле достигает 45 градусов. Все адреса записаны, все обращения будут проверены, а замечания устранены. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Не секрет, в России стали меньше читать. К сожалению, огромному сожалению для нас всех. И возродить в обществе ценность хорошей книги принципиально важно, констатировал Владимир Путин на открытии года литературы. В Чувашии старт года литературы дали еще 23 января. А сегодня эстафету приняли чебоксары. Порой книга объединяет людей, страны и континента. Например, «Войну и мир» Льва Толстого, как выяснилось, с удовольствием читают глава горда чебоксары Леонид Черкесов и, к примеру, знаменитый американский актер Джордж Клунин. Организаторы литературных событий планируют охватить все категории россиян, а тех, кто пока только слушает сказки на ночь, а тех, кто пишет их сам. На это правительство страны выделило более 300 миллионов рублей. В год культуры в 2014 году мы значительные средства выделили на модернизацию учреждений культуры. И в этом году наша задача, несмотря на сложности, выделить средства и модернизацию библиотечной сети, пополнение книжного фонда. В год литературы любителям чтения сделали подарок. По всей России существует единый читательский страховой взнос. При регистрации, когда люди приходят, новые читатели, в библиотеку и заводят формуляр, то есть была определенная плата в пределах 5 рублей. Так вот, в этом году мы это решили сделать подарком, наверное, даже не более подарком. Но эта формальность, она иногда приводила к тому, что не всегда с собой были эти 5 рублей, тем более у детей. Конечно, не забыты и другие виды искусства. Мы очень много работаем со школьниками, поэтому здесь привлечение внимания еще раз к литературе, а мы непосредственно делаем концерты. Музыка, литература, тут же поэзия. Вы знаете, это настолько познавательно, это настолько здорово. Молодые люди признаются, стоит только начать читать и остановиться уже невозможно. Я люблю читать книги, классику, фантастику. Мне очень нравятся книги Кира Булчева, потому что они очень там, события быстро развиваются. И когда читаешь, прям проникаешь полностью. Еще мне нравятся книги о Гарри Поттере. Они тоже очень-очень интересные. И когда прям читаешь и замечаешь, как пролетает вот вся книга. Я больше всего люблю Жюль Верна. И сейчас я почти дочитала книгу «Округ света» 80 дней. Еще я люблю книги Константина Иванова. Это чувашский поэт. И сейчас 2015 год, год Константина Иванова. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов. Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова